Неофициальная литературная дискуссионная группа Иллинги в Оксфордском университете существовала в течение 20 лет, с 1930 по 1949 годы. Названия группы связаны с обществом, созданным в Оксфордском университете Эдвардом Линном для чтения вслух незавершенных произведений. Это общество состояло из студентов и профессоров Оксфордского университета. Когда в 1933 году Эдвард Лин покинул университет, общество прекратило свое существование, а удачное имя Толкиан и Льюиса Кэрролла использовали для своей группы в колледже Магдалины. В названии содержится игра слов. С одной стороны, слово Иллинг применимо к тому, кто вечно в чернилах и подразумевает писателя, а также буквально означает намек и подразумевает, что этот писатель имеет пока еще слабое представление о том, что собирается написать. Группа Иллингов объединила около 20 человек. Членами группы были в основном представители Оксфордских академических кругов, так иначе близких к литературе. Не все они были писателями, но основной темой их бесед все-таки была литература. Эти встречи проходили регулярно вплоть до конца 1949 года. Иллинги собирались в пабе The Eagle and Child. Иногда собрание групп проходило в пабе напротив, Lamp and Flag, а также в других пабах. Но The Eagle and Child стало наиболее известным, и его имя часто ассоциируют с Иллингами. Первое упоминание о здании, где расположен паб, относится к временам английской революции. Во время гражданской войны Оксфорд был резиденцией роялистов, но по некоторым данным, в доме, где ныне располагается паб, проживал канцлер казначейства. Однако эти утверждения расходятся с другими данными, по которым дата строительства паба The Eagle and Child – 1650 год, то есть после окончания гражданской войны. Первое упоминание названия паба относится к 1684 году, когда Ричард Платт получил лицензию на право использовать вывеску, изображающую корону с орлом и ребенком. По одной версии, название происходит от герба графа Дерби, пера Англии, первого владельца паба, на гербе у которого были изображены орел и ребенок. По другой версии, символы имели мифические корни и отсылаются к легенде о Зевсе, похитившем в образе орла юного Ганимеда. С 16 века и до 2003 года пап принадлежал университетскому колледжу. В 1913 году в Экзитер-колледж в Оксфорде Толкиен восстановил контракт с Эдит и их роман возобновился. Вечером, в тот же день, когда Толкину исполнился 21 год, он написал Эдит письмо, где объяснялся в любви и предлагал руку и сердце. Эдит ответила, что уже дала согласие на брак с другим человеком, потому что решила, что Рональд забыл ее давно и в конце концов она вернула обручальное кольцо жениху и объявила, что выходит замуж за Толкина. Кроме того, по его настоянию она приняла католичество. Они поженились весной 1916 года в Орвике, в католической церкви Святой Марии. Его союз с Эдит Бретт оказался долгим и счастливым. Супруги прожили вместе 56 лет и воспитали четверых детей, троих сыновей. В июне 1916 года он провел ночь в Бирминге в отеле Плоутен Харроу, затем уехал во Францию в качестве офицера в Ланкаширских стрелков. Вскоре Джон был призван на фронт и участвовал в Первой мировой войне. Последующие годы он посвятил научной карьере. Сначала преподавал в университете Литса, а в 1922 году получил должность профессора англо-саксонского языка и литературы в Оксфордском университете, где стал одним из самых молодых профессоров в 30 лет и скоро заработал репутацию одного из лучших филологов в мире. Первой гражданской работой Толкина после Первой мировой войны стала должность помощника лексикографа в 1919 году, когда он, демобилизированный из армии, присоединился к работе над Оксфордским словарем английского языка, где он работал в основном по истории и этимологии слов германского происхождения, начинающихся с буквы W. В 1920 году он занял пост читателя, аналогичное во многом должности лектора на английском языке в Литском университете. И из нанятых стал там самым молодым профессором. Во времена университета он выпустил словарь среднеанглийского языка и опубликовал окончательную редакцию Сэра Гавейна и Зелёного рыцаря совместно с филологом Эриком Валентином Гордоном. Издание, куда вошли текст-оригинал и комментарии. Во время Пембергского колледжа он пишет Хоббита и первые два тома Властелина колец, живя на Нортмур-Род в доме номер 20 в Северном Оксфорде, где в 2002 году была установлена в Иосине мемориальная табличка. В Оксфорде Толке начал писать великий цикл мифов и легенд Средиземноморья, который позже станет известен как Сильмари Леон. В его семье было четверо детей, для них он впервые сочинил рассказ, а потом записал Хоббита, который позже был опубликован в 1937 году с сэром Стэнли Аунитом. Хоббит пользовался успехом, и Ауин предложил Толкину написать продолжение, но работа над трилогией заняла длительное время, и книга была закончена только в 1954 году, когда Толкин уже собирался на пенсию. Трилогия была опубликована и имела колоссальный успех, что немало удивило автора и издателя. Он ожидал, что потеряет значительные деньги, но книга лично ему очень понравилась, и он хотел опубликовать произведение своего друга. Книга была поделена на три части, чтобы после публикации и продажи первой части стало понятно, стоит ли печатать остальные. В 1945 году Толкин стал профессором английского языка литературы в Оксфордском Мертон-колледже и оставался на этом посту до отставки в 1959 году. Колледж Мертон был основан в 1264 году Уолтером де Мертоном, лордом-канцлером и епископом Рочестера. Он претендует на звание старейшего колледжа в Оксфорде, и это утверждение оспаривается между Мертон-колледжем, Балиол-колледжем и университетским колледжем. Одним из аргументов в пользу утверждения Мертона является то, что это был первый колледж, в котором был учрежден устав «Конституция, регулирующая колледж», изложенная при его основании. Устав Мертона восходит к 1264 году, тогда как Балиоль и университетский колледж не имели уставов до 1980-х годов. У Мертона есть непрерывная линия надирателей, восходящая к 1264 году, многие из них оказали большое влияние на развитие колледжа. Генри Севилл был одним из известных лидеров, который привел колледж к процветанию в начале 17 века, расширив его здание и наняв новых сотрудников. Много лет Толкин работал сторонником-экзаменатором в Дублинском университете колледжа. В 1954 году он получил почетную степень от Национального университета Ирландии. В 1948 году Толкин закончил работу над романом «Властелин колец» почти десятилетия спустя после первого наброска. Роман попал на благодатную почву. Молодежь 1960-х годов, увлеченная движением хиппи и идеями мира и свободы, увидела в книге воплощение многих своих мечтаний. В середине 1960-х годов «Властелин колец» переживал настоящий бум. Сам автор признался, что успех ему льстит, и со временем он устал от популярности. В 1961 году Льюис хлопотал о принуждении Толкину Нобелевской премии по литературе, однако шведские академики отклонили номинацию.